Первое. Говорящая Чихуахуа Софи Так, что это? А, снимаем уже. Привет! С вами Говорящая Чихуахуа Софи и на дворе наконец-то наступило лето. У нас в Таиланде, правда, оно круглый год, зато поэтому я очень хорошо знакома с тем, как собаки переносят жару и какой уход нужен за вашей собачкой летом. Об этом мы сегодня и поговорим, ведь на дворе уже июнь. Как собака переносит жару зависит от самых разных вещей. Это и порода, и возраст, и тип шерсти, и состояние здоровья. Поэтому каждой собачке нужен уникальный подход. Но есть основные правила, выполнение которых поможет собаке пережить жару максимально комфортно. Как всегда по пунктам. Поехали! Купание. Многие летом начинают мыть собак чаще, даже если они чистые, потому что им кажется, что так им будет менее жарко. Но собаку лучше мыть по мере загрязнения, и лето это тоже касается. То есть, если собака испачкалась, гуляя на природе, ее обязательно нужно вымыть. После прогулок на улице можно помыть лапки. Но в целом никакой сезонности нет, что летом, что зимой собачка должна быть чистой. Но это не говорит о том, что совсем не стоит купаться. Купаться можно, но нельзя забывать, что водоемы, озера, речки кишат паразитами. Поэтому если ваша собака купается в таких местах, стоит озаботиться проблемой глистов. Об этом будут очень подробные отдельные видео. И хорошенько мыться с шампунем после таких купаний. Лучше выбирать уже проверенный водоем с проточной водой. А вот если вы купаетесь в бассейне с хлоркой или в море, то тоже не забывайте мыть собачку после этого, чтобы хлорка или морская соль не вредили коже и шерсти. Я знаю, что некоторые считают, что нужно смачивать собаке прохладной водой лапки и голову аж несколько раз в день. Якобы так ей будет легче. Мое же мнение, можно прикладывать компресс из холодного, слегка влажного, но не мокрого полотенца. И то, если вы долго находитесь в жарких условиях. Мне вот ставят тазик с прохладной водой в тенек. И если мне становится жарковато, я сама залажу в него и охлаждаю животик и лапки. Не стоит постоянно купать собаку в холодной воде и обливать собаку холодной водой. Может случиться переохлаждение со всеми вытекающими последствиями. Шерсть. Многие считают, что летом собаке жарко, особенно если она длинношерстная, поэтому лучше ее подстричь и как можно короче. На эту тему есть два мнения. Первое. Летом не все хозяева успевают ухаживать за шерстью, поэтому проще постричь собаку, а то и побрить на лысо. За короткой шерстью проще следить. Однако некоторых собак стричь вообще не рекомендуется, потому что портится качество шерсти, например, чаучау или шпицы. Их лучше постоянно хорошо вычесывать. А вот других длинношерстных собак лучше постричь на лето и в жаркий период им будет легче. Мнение второе. Многие считают, что стричь длинношерстных собак категорически вредна, так как это может привести к нарушению теплообмена, а еще к обгоранию кожи на солнце. Это как у жителей пустыни. Такая одежда предохраняет человека от теплового удара, не позволяя телу человека контактировать с раскаленным воздухом. По сути, теплая одежда в жару выступает в роли дополнительного терморегулирующего средства. Вот так же и тут. И мое мнение. Я придерживаюсь золотой середины. Бриться наголо или стричься слишком коротко не нужно. Это действительно нарушит терморегуляцию и собака действительно может обгореть. А вот слегка проредить шерстку, почему бы и нет. Вот, кстати, мы живем в солнечной стране уже давно. И еще никто ни разу на солнце не обгорал. Только живот у Эвана загорел и он стал еще более пятнистым. Находясь долго на улице, в жару можно вычесываться влажной щеткой. Это поможет избавиться от попадающей шерсти и освежить собачку. В жару мы всегда линяем сильнее. Режим и прогулки. В жаркую погоду лучше вообще отказаться или хотя бы свести к минимуму по времени дневные прогулки. Лучше всего выгуливать собаку рано утром, часов до восьми и вечером после часов шести-семи. А еще лучше ночью. Если же вам приходится выходить с собакой днем, то не гуляйте больше 15 минут. Лучше гулять в тени деревьев или рядом с водой, где прохладнее. Если вы живете на даче и она постоянно на улице, то нужно избегать открытого солнца и искать место для нее попрохладнее. Не играйте в слишком активные игры в такие дни. Все физические нагрузки и спорт перенесите на раннее утро или поздний вечер. Если не можете, лучше вообще временно откажитесь от них. На собаке должно быть минимум всего, что затрудняет дыхание. Лучше не носить одежду. Я вот только для видео оделась. А так я хожу без всего. Ошейник должен быть не тугим. Лучше не носить намордник, если может позволить ваша обстановка. Если нет, не носите тесный намордник. Ни в коем случае. Механизм собачьей терморегуляции устроен не как у людей. Плод выделяется через язык, пасть, подушечки, лап. Собака, которая в узком наморднике, не может нормально раскрыть пасть и дышать, высунув язык. Из-за этого может случиться тепловой удар. А когда идете гулять, ни в коем случае не забывайте брать бутылочку с водой для собачки. Для этого существуют специальные переносные бутылочки даже с мисками. Как у нас. Вода и питание. Миска с водой должна быть в свободном доступе и всегда полная. Старайтесь менять воду как можно чаще, чтобы она была свежая и прохладная. В жару чаще всего есть собакам хочется меньше, поэтому не заставляйте собаку кушать только в привычное для нее время. Например, можно перенести ужин на более поздний вечер, а завтрак пусть будет в прохладное время утром. Если вы на натуралке, то летом полезно бы пересмотреть режим питания. Необходимо исключить тяжелую и жирную пищу, для ее переварения требуется слишком много энергии. Можно попробовать кисломолочную диету, как советуют специалисты, при условии, что нет противопоказаний или непереносимости. Или давать чуть больше овощей. Не оставляйте недоеденное на потом, если это натуралка. Еда очень быстро портится и собака может отравиться или получить несварение. Следите за тем, чтобы миски были всегда чистыми. А если вы питаетесь сухим кормом и живете на даче, проследите, чтобы в миску не попали муравьи, например. У нас есть отличный способ для этого, специальные миски. Они устроены так, что в нижнюю часть миски наливается вода, а в верхнюю часть кладется корм. И когда верхняя часть надевается на нее, получается, что подхода земли к еде нет. Место. Уделяйте внимание чистоте туалетных лотков, если пользуетесь ими. Гигиена превыше всего. Туалет должен быть чистым, потому что в жару микробы размножаются намного быстрее. Итог, неприятный запах и опасность всяких заболеваний. Старайтесь, чтобы в помещении не было слишком душно и был свежий воздух. Если едете на дачу, заранее сделайте все необходимые прибивки. Обработайтесь от блох и клещей специальными препаратами. Про блох есть отдельное видео. А вот клещи сейчас очень и очень опасная вещь. И я обязательно расскажу об этом подробно в другом видео. Просто помните, клещи могут быть очень опасны. После поездок на природу или на дачу, внимательно осматривайте все тело собачки. Особенно между пальчиков, за ушками, на груди и животике, чтобы не было клещей, а также порезов и других ранений. Охлаждающие коврики. На рынке зоотоваров и в интернет-магазинах можно встретить в продаже охлаждающие коврики для собак. Этот коврик обеспечит вашу собаку прохладой в жаркие летние дни. Ваша собака, лежа на таком коврике, получает комфортную прохладу, защищающую ее от перегрева и теплового удара. Есть несколько видов таких ковриков, те, что работают на автоматической зарядке, те, которые на специальных аккумуляторах, есть попроще. Намочив их холодной водой, кристаллы внутри активируются и становятся холодными или горячими, смотря какой водой намочили. Такие коврики можно смачивать от 30 секунд до 30 минут, бывают разные и зависят от модели. Поэтому они постепенно отдают прохладу от нескольких часов до 3 дней, у всех тоже по-разному. У нас есть такой коврик и я обожаю на нем лежать, он очень помогает в жаркие дни. Запрещено! Оставлять собаку под прямым воздействием солнечных лучей, неважно дома или на улице. Оставлять собаку с запертой в машине, от этого по всему миру умирают тысячи собак. Одевать собаке тугой намордник или затягивать ошейник. Слишком часто купать собаку в холодной воде, поливать ее целиком под душем, все это может привести к воспалению легких, мочеполовой системы и другим болезням. Позволять собаке лежать на бетоне, холодном кафеле, на сквозняке, под кондиционером или вентилятором. Лежание на холодном и при длительном нахождении на сквозняке собака может заболеть сеститом или простудиться. Помните, особое внимание необходимо уделять пожилым питомцам, щенкам, беременным и собакам с хроническими заболеваниями, особенно сердцем. Я считаю, что две самые опасные вещи летом это тепловой удар и клещи. Смерть в результате перегрева может наступить в считанные минуты. А клещи, переносчики различных заболеваний, особенно опасен пироплазмоз, от него умирают тысячи, тысячи собак в России. Что такое тепловой удар и что делать, смотрите отдельное видео, а про клещей будет видео в самое ближайшее время. Но все же на дворе лето, так что давайте улыбаться, ухаживайте и следите за своими собачками. С вами была говорящая Чихуахуа Софи, подписывайтесь на мой канал, вступайте в мои группы ВКонтакте. Кстати, у меня теперь есть еще и Инстаграм, ссылка есть в описании к видео. И будет вам счастье, пока-пока. Все, я выключила камеру, пойдемте играть. Давай сначала Софиш и Васика вытрем. Софи, ты не мешай мне вытираться. Блин, ну что там вытирать, у тебя шерсть это? Не мешай. Ой, ладно. Вот так, Ивасик. Мам, ну все, вы захочете надеть? Мам, ты еще вот тут не вытрула. Ну давай тут вытру. Блин. Ну давай. Ну все уже. Давай вот тут еще чуть-чуть давай. Ну давай, давай. Вы что, вы что шутите что ли? Ну мама, это еще голову вот тут немного. Эйвен, я понимаю тщательно, но не настолько же. Так, ну все, Ивасик. Мама, ты укрой меня, это пока за шейником пойдешь. Хорошо. Не, ну вы даете вообще. Эйвен, ты что тут устроил тут вообще? Отстань, стати. Ой, какие мы, ну ладно. Передумал играть, так и скажи, а то вытри, вытри еще, мам, ну мам. Вот и, Ивасик, твоя банданка красивая, с клубничками, любимая твоя. Моя банданка. Любимая его. Все, идите играть. Вот теперь. Я тебя когда могу кушать? Пойдем. Первая говорящая Чихуахуа Софи.